Рэпера Моргенштерна считают кумиром нового поколения. Записывая незамысловатые треки в прямом эфире, он зарабатывает миллионы. 22-летний парень из Уфы может себе позволить роскошные машины, брендовую одежду и драгоценности. Более того, Моргенштерн любит эпатировать публику, выставляя на показ свое невиданное богатство. Однако, за красивым, сверкающим бриллиантами фасадом скрывается неприглядный тыл. Об этом рассказала телеведущая Юлия Барановская. 35-летняя Барановская высказала свое мнение на шоу «Конечно, Вася» на ютуб-канале «Газбольдер». В рамках этой программы телеведущая, а также Жанна Левина, жена юмориста Гаррика Мартиросяна и блогер Наталья Краснова ведут беседы о мужинах. В недавнем выпуске речь зашла о мужском нижнем белье. Женщины сошлись во мнении, что представители сильного пола должны заботиться о том, чтобы каждая деталь их гардероба выглядела привлекательно. Барановская упомянула о забавном случае с участием Моргенштерна, который произошел на дне рождения Льгора Крида. Егор очень мне нравится, такой добрый и позитивный. Помню, он пел на празднике и на сцену выбежал Моргенштерн. Начал подпевать, танцевать и с него упали джинсы. И знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролоксах, бриллиантах, а трусы у него застиранные. Мне вот, например, важно знать, что у меня под платьем красивое нижнее белье. Я надеваю его не для мужчин, а для себя, поделилась своей точной зрения телеведущая. Несмотря на то, что Моргенштерн за короткое время достиг впечатляющего успеха на музыкальном поприще, карьеры музыканта он не дорожит. Рэпер уже несколько раз заявлял, что не связывает свое будущее с исполнением популярных треков и в любой момент готов уйти из индустрии. Но если это и произойдет, то перед уходом Моргенштерн успеет еще не раз удивить публику. К примеру, недавно стало известно, что рэпер записывает совместный клип с Тимати. После того, как Тимати покинул родной лейбл Black Star, он получает немало интересных предложений о сотрудничестве. В частности, к нему обратился саунд-продюсер Моргенштернаслава Марлоу. Я принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок в произведение. Но у меня тоже есть условия. Я вас двоих сниму в клипе на эту песню так, как я хочу, и вы не сможете внести ни одну правку в сценарий. Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько захочу, выдвинул встречные условия Тимати. Говорят, что в настоящее время съемки клипа уже в разгаре. Моргенштерна и Тимати заметили в одном из сочинских казино, которые выбрали в качестве локации будущего видео. Субтитры сделал DimaTorzok